Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в игр-раунд. Помнится, нам алхимик наш говорил, что у него такое чувство, будто с механическим драконом можно сделать что-то еще, и для этого нам с ним нужно получше изучить магию и науку. Но я, в общем-то, сделал еще одного механического дракона. Я взял сейчас камни изменения, королева личинок у меня здесь тоже присутствует, так сказать, давайте посмотрим, можно ли при помощи этих камней, либо камней эволюции, либо камней изменения что-то с ними сделать. Так, надо осталось их только найти. Вот, у меня есть камень изменения, допустим, да, давайте попробуем превратить. Не превращает, а камень эволюции превратить тоже ни того, ни другого не превращает, к сожалению. То есть, в принципе, на данный момент мы с вами все возможные варианты для нас с этим, я думаю, исчерпали. Я имею в виду про драконов, да, механических и личинок сейчас, конечно же. Ну что ж, тогда давайте на место сейчас это дело отложим. И какие варианты у нас с вами есть? Мы с вами можем, в принципе, отправиться... У нас тут есть дракон древний, с которым мы с вами не говорили, да, мы, как бы, древнего дракона получили своего собственного, поэтому как-то к тому и не ходили. Хотя, когда мы подходили к нему в прошлый раз, он что-то с нами там на своем, видимо, языке общался, но вот как-то не сдался разговорчик с ним. Синтез самосветов, встроенный панцирь, бесконечная эволюция и, видимо, части того самого непонятного нам с вами языка. Ммм. На другую планету мы с вами слетали, у нас там мини-база есть, шахтер там добывает, правда, добывает крайне фигово, честно говоря, поэтому проще реально самому туда летать и добывать все, что нужно. Это будет как-то проще, быстрее и больше, и лучше, короче говоря, вот. Так что, что мы с вами сейчас сможем сделать? Ну, опять же, опять же, кстати, возможно, сюда можно его запихнуть. Так, а ну-ка, давайте здесь попробуем королеву рещинок. Допустим, если я тебя буду усиливать, чем я тебя могу усилить? А не знаю, чем я тебя могу усилить, ничем, наверное. Просто добавляю аспекты всякие разные, да, здесь вряд ли что-то получится, потому что у тебя собственного как бы аспекта нету. Так, а если я запихну сюда, допустим, механического дракона, что-нибудь будет у нас? У него тоже аспекта нет никакого, и мы можем усиливать только вот с этими всякими камнями. Но, понятное дело, будет плюс там кислород какой-нибудь, хотя тут даже его нет, кстати говоря. Угу. Но, видимо, все-таки да, видимо, пока что все. Но пускай будет, я думаю, что, я уверен, что им пригодятся еще. Давайте только, наверное, пока отложим их сюда. Так что, что мы с вами можем сделать? Ну, я думаю, отправимся к дракону, поговорим с ним тогда, в общем-то. А, и еще я вспомнил того, что я хотел сделать. Мы с вами сейчас в нашу лабораторию зайдем. Там, так, ну-ка, не кусай меня дух. У меня этих духа в земле уже просто целый чемодан там валяется. Вот, прыжковый корабль все-таки. У нас с вами сейчас есть высокотехнологичные детали, в принципе, на это можем потратить. Так, у нас еще немножко кварца надо бы сделать. Ой, точнее, кремния, потому что кварц есть, а вот кремния закончился. Что у нас у меня еще? Давайте золото сразу бахнем тоже. Ну, так вот, давайте, возможно, сделаем прыжковый корабль. Я все-таки хочу глянуть, что это за корабль такой, или каких-то таких перелетов, и... Что вообще себя представляет? Собранный из спасенных обломков. То есть, в принципе, вещь, наверное, нужная какая-то. Пять частей, да, требует. Ну, давайте, сделаем один. Итак, у нас с вами есть прыжковый корабль. Теперь он, наверняка, где-то в кармане лежит, я так понимаю, да? Тоже где-то может быть здесь. Да, прыжковый корабль. Ну-ка, развер... А, ну вот он, да, как бы. Можно поставить его здесь. Ну, давайте развернем. Так, он у нас есть. Зайти на борт. Нажмите, чтобы лететь. Подожди секунду, давай посмотрим, что здесь есть. Починка титан требуется, и все, никакого... Высота полета 999. Никакого энергии у него ничего такого нету. Вместимость у него 1К. Ну, допустим, давайте попробуем. А. Слушайте. Так, у него энергии нет, а мы на нем можем летать везде, где угодно. Эээ... Окей. Ладно. Допустим, если мы на нем в космос улетим, давайте попробуем. Это довольно интересно. Но, как бы, видите, тоже у него ни орудий никаких, ничего такого нету. Сейчас мы с вами улетим. Чисто протестим, посмотрим, что он себе представляет. Так. Я могу спешиться в космосе. Не хочу спешиваться. Куда мне там спешиваться? Возможно, я могу на него... Ну, я могу, скорее всего, прыгать, да, куда угодно. Ну, да, вот он улетает. Так, нам здесь защищаться, собственно, сейчас нечем. Я, может быть, могу на нем другие системы подать еще. Смотрите, допустим, Юнак 188. Солнечная система. Родная система человечества, да? У нас с вами есть. Сюда класса А. На расстоянии 1420-х лет от Земли. Снаружи на экзопланета. Так, мы с вами сейчас здесь. У нас получается Юнак 428, да? Юнак 188. Класс, окей. А если в Солнечную систему? Мы можем. Так, Земля родная планета человечества. Офигеть. То есть мы на этом корабле можем с вами так и сделать, да? Но вроде бы мы с вами так не могли сделать на нашем истребителе. Или могли? Ну, опять, да, супертехника весит всего лишь соточку. То есть целый корабль такой миниатюрный, хоть и миниатюрный, да, весит всего лишь соточку. Ладно. Я сейчас хочу кое-что проверить, можем ли мы в другие системы на этом корабле, так сказать, перелетать или нет. Сейчас посмотрим. Давайте уйдем в открытый космос. Давайте даже еще выше возьмем. Так, вот. Мы же на этом, по идее... Или можем? А, можем, видимо, на этом корабле. А, ну и хорошо. Солнечная система, Меркурий. Так, Венера, Земля. А если мы с вами сюда отправимся? Ну-ка. Совершить прыжок за следующую цену к земле... Экзотическая материя. Так, а если мы попробуем в том мелком корабле это сделать? То же самое, экзотическая материя. Тогда я что-то пока не особо понимаю, нифига этот корабль в мелкие нужен. Ну, ладно, пускай будет. Поставим его здесь, знаете, для коллекции, короче говоря, по крайней мере. Все пускай стоит. Ну что, тогда я предлагаю все-таки отправиться к дракону, наверное, к нашему, да? Ну что ж, вот ты, дракончик. Какая-то прям музыка, знаете, такая играет. Слишком уж какая-то бойкая. Хотя я что-то прям под ним прилетел. Давайте, ладно, выйдем. Так, надеюсь, все нормально будет. Привет, дракончик. У нас... А может быть, с собой стоило взять драконов? Подождите, он же нам что-то про драконов говорил. Он нам говорил про драконов. Ладно, попробуем поговорить. Давайте, в любом случае. Здрасте. Ох, я едва тебя заметил, а ты так мал. Я тебя понимаю. Я произнесла заклинание перевода, когда поняла, что ты не один из них. Кое-чему научилась на старости лет. Кстати, о них. Мне нужна помощь. Древняя отправилась сигнал, и они идут. Теперь я должен найти способ их остановить, ведь это все моя вина. Что? Они возвращаются после того, как сочли нас бесполезными и предали? Оу. А... Так. Дракон. Ай, спина. Зря я это сделала. Видимо, и правда древний дракон. Но от одной мысли о них я прихожу в ярость. Так, ты мне поможешь? Если смогу, но годы уже не те. Я даже не помню, когда в последний раз покидала остров. Опа. Квестик у дракончика, балдеж. Слушай, дракончика погнали. Хочешь жить у меня там на острове? У меня там тоже есть пещера клевая. Хотят это мне поместить, скорее всего. Но я тебе могу сделать жердочку. Хе-хе. Как для корабля. К востоку отсюда на главном острове находится возделыватель. Без их магии он обезумел и принялся крушить все вокруг. Если одолеешь его, сможешь активировать рощу лозы. Одну из... А, возделыватель. Так мы уже одолели, походу. Тот зеленый чувак, скорее всего, я так понимаю, да? Одну из их древних магических комнат. Она может быть полезна. Она у нас есть на острове, да. Советы использовать против него огонь. Я бы помогла, если бы мне не было так тяжело летать. И выдыхать огонь. Да уже нормально. Так уже все. Уже все нормально. Не переживай, дракон. Древний дракон так. Просит активировать рощу лозы. Все нормально. Принять. Мы уже все сделали. Да-да-да. Мы все сделали. Превосходно. Роща лозы ожила. Теперь магия превращения, которая поддерживает драконий рот, снова распространится по миру. Рога Х2. Серьезно, возьми рога. С их помощью в роща лозы можно увеличить урон любого слуги. А мы уже знаем. Мы тоже пробовали. Так. Ну, видимо, сейчас мы с вами будем здесь тусоваться довольно долго, да? Я так понимаю. Они предали вас? Давным-давно, когда мы еще были личинками, они заявили, что хотят нам помочь. Они раскрыли наш потенциал и развили из нас драконов. Но вскоре все изменилось. Они перестали помогать нам расти и стали использовать нас для своих целей. Сделали из нас слуг. Когда мы перестали приносить им пользу, они нас бросили и унесли свои магические тайны с собой. Теперь мы не можем развиваться. Последние драконы вымирают. Да не парься, я там уже наклепал. И древних драконов, и взрослых. Каких только это самое. Нормально все. Последние тысячу лет я проклинала их имя и пыталась изучить магию, чтобы самой помочь личинкам. Если все, что мне остается, это помочь тебе истребить, их истребить, то я готова. Я не собирался никого истреблять, но только хотим выжить. Ох, ну если представиться возможность, имей ввиду. Ладно, давай далее, пошли. Ты изготовил эволюционный камень. Именно так они превращали нас в древних драконов. Осталось только использовать камень на... Я уже сделал. Когда вырастешь древнего дракона, следующим этапом будет развить его в дракон-корабль. Это можно сделать на вершине летучего драконьего острова, который находится к востоку. Так, ну-ка, ну-ка, а вот это уже интересно. К сожалению, драконий остров охраняется опасным ледяным чудовищем. А, вот там, где храм был. Я понял, это кажется, оно. Вредить ему может только мощная магия огня. Так, одолезь в бурю, найти летучий остров драконов, дракон-корабль. Ну, то есть, нам нужен древний дракон, мы полетим на нем и расфигачим эту бурю, скорее всего, я так понимаю, принять. Ладно, уже интересненько становится. Так, ну что? У нас есть древний дракон. Мы его, наверное, сейчас берем. Попытаемся долить ту самую бурю. И, видимо, там мы с вами сможем сделать дракона-корабль. Хидрич, ну, полетели. Вот это вот, я понимаю. Так, это уже интересненько звучит. Опа! Так, подлетел к нашему острову. Тут началась какая-то... Хреновина. Хидрич, что это? Корабль их? Это они? Те самые они? Хидрич, какая-то хрената непонятная. Какой-то корабль. Клык-клык-корабль. Ну, у меня же есть щит, правда есть? У меня же есть щит. Ёптудэй. Ну, у меня щит. Не зря же ставил щит, правильно? Ой, все нормально? Ничего не случилось? Так, я надеюсь, щит в порядке. Слушайте, может быть, слетать к щиту? Проверить его? Как он там сам поживает? Но выглядело, честно говоря, не очень. Так, ну все, все на месте. Все окей. Так, я на всякий, знаете, стучи, что сделал? Я здесь пока, наверное... А, я могу в корабле прям поспать, кстати же. Ну-ка, давай поспим. Отдохнуть. Ну все. Отдохнули. Так, я на всякий случай, может быть, все-таки к Мирозам слетать сейчас? Или хрен с ними? Пока. Давайте, ладно, дракона возьмем. Так, дракон должен быть у меня здесь. Древний. Где он? Вот, древний дракошка. Иди сюда. Древний дракоша. Так, а чем там ты питался у нас? Я что-то уже не помню. Сейчас посмотрим. Кормить заряд. Не голоден. Я понимаю, что не голоден. А чем тебя кормить надо? По-моему, можно было тебя стейками пихать тоже. Собственно, стейк. Всему голова здесь. Возьму-ка с собой штук 100, наверное. На всякий случай, знаешь, мало ли чего. Не помню, чем... А, так мы сейчас посмотрим. Мы сейчас сядем на него, да глянем, что там у него. Так, чинишься ты у нас камнем крови. Нужно камни крови с собой взять. Да, может тебя стейком подкушать, так сказать. Нормально все будет. Окей. Хорошо. Мы тогда пока тебя, наверное, свернем тоже, да? Мы сейчас все-таки на корабле полетим. Там просто уже высадимся и поближе. Будет удобненько, я думаю. Давайте здесь сейчас перекинем все это дело. Так, дракошка, рог. А, ну мы можем тебе рог, кстати, вот дать, чтобы атаку тебе прокачать, на самом деле. Как вариант, да? Сотка стейк сюда тоже выгружаем. Давайте добавим сейчас его тогда рогами этими замечательными. И камень крови сейчас заодно заберем. У нас на складе, по идее, не должны были быть. Где-то в магии примерно, да? Так, давайте искать сейчас камень... О, я видел там камень крови. Ну, штук 30 возьму тоже с собой. Так, давайте бахнем. Значит, древний дракон, древний дракон. Стоп, а если тебя усилю, допустим, вот этим камнем, камнем огня, ничего не будет, да, получается. Просто будешь огненный. То же самое, абсолютно. Да, давай тогда просто рог тебе бахнем сейчас. Атака плюс один, хотя бы так. Только почему-то это у тебя не показано, но я думаю, что будет, должно быть. Так, забираем дракончика. Древний дракон, бам. Все, древний дракон, теперь у нас с вами баф, ну, ты, по идее, должен быть немножко. Ну, опять же, не показано, но я думаю, я надеюсь, что это сработает. Так, хорошо, это забрали-то забрали. Ну, мы на месте, мы на месте. Так, давайте сейчас посмотрим. Здесь, здесь та самая буря, короче, фигачит. Давайте, я, наверное, высажу где-то тут. Сейчас мы с вами достаем дракончика. А, блин, где бы нам его приземлить-то, дракончика нашего? Где-то здесь придется, видимо, это делать. Ладно, давайте корабли ставим здесь. Сейчас забираем все из него. Что мы с вами там еще? Нам нужно стейки забрать, нам нужен древний дракон, нам нужен камень крови, естественно. Все, выходим тогда. И сейчас будем пробовать, так сказать, разделаться с ними. Надеюсь, места здесь хватит, чтобы его поставить. Так, древний дракошка развернуть. Давай. Ну, в смысле? А, вот здесь, блин, прямо около дерева. Ну, это капец, конечно, такое себе. Ладно, давай. Теперь, спойди, все равно не должно дамажить. Лететь на драконе. Ну, поехали, взлетай. Взлетай, уже получил сразу по щам. Итак, древний дракон, который у нас, по идее, с вами бафнутый. По идее, да, атака 5, 5 всего атака. 5 плюс 1. Усилитель рок, хорошо. Починить есть чем, покушать есть чего. Ну, поехали. Где-то там буря гребаная, иди сюда, выходи. Сейчас будем с тобой, нельзя подняться выше. Да, мы не надо выше, по идее. Это здесь она есть. Во-во-во. Да куда ты стреляешь-то? Вон же буря. Как ты? Как ты? Куда ты, куда ты палишь? Почему ты вниз-то стреляешь? Дракон, ну, ёптудей. Может быть, ты так будешь прямо стрелять? Нет, он тоже... А, он из-за того, что там ползает с раненой внизу, серьезно? Ты можешь в бурю стрелять? Во, блок, в смысле? А, я... Когда, видимо, мы видим в виде облачка, да? Вот сейчас. Давай! Во, пошло дело. Только, конечно, урон такой себе, но... Мы сейчас, думаю, быстренько с ним разберемся. Осталось совсем чуть-чуть, на самом деле. Довольно легко. Так. Ну-ка, превращайся, давай. Превращайся. Готово! Мы получили камень льда. Камень льда. Найс. Звучит круто. Ну что, высаживаемся? Спешится. Лететь на драконе. Развить. Во! Развить в древнего дракона. Так у нас так древний дракон. Имеется, видимо, корабль, наверное, в виду, да? Древний дракон, камень эволюции, кровь дракона, камень фокусировки. Так, камень эволюции у нас дома точно есть. Драконья крови дофига и больше. Камень крови с собой. Камень фокусировки дома тоже дофига и имеет. Может быть, оставим тебя здесь, на дракошку? Сиди пока. Я же надеюсь, здесь больше ничего не появится. Ладно, я вообще-то, наверное, тебя сглечу все-таки. Давай с собой заберем. На всякий случай заберем. Поехали. Ну, это было довольно легко, да? Прямо хорошо расфигачили. Так, возвращаемся на кораблик. Сейчас, правда, хрен будет нормально приземлимся, что называется, да? А камень льда, это же обычный камень, ну, камень-дух вот этого ледяного, по-моему, да? Ладно, окей. Так, в любом случае, это было довольно просто. Мы справились. Теперь мы можем превратить там дракончика. В нечто лучшее, а в нечто большее. Так, возможно, это поможет как-то. Главное, что мы с вами выполним квест дракончика нашего, да? Древнего друга. Надеюсь, что друга. Прилетели пока домой. Сейчас заберем все нужные штуки оттуда. Ну что, вроде все взяли. Давайте будем пробовать развивать его. Развить все есть. Развить древнего дракона. Видим, что-то в корабле. Поехали. Так. О, что-то происходит. Ядрить. Вау. Выглядит дракон корабль. Выглядит круто. Взойти на борт. Жесть. Возможно, не так, конечно, громоздко, как то, что мы сейчас только что видели в космосе. Но, так или иначе, прикольно. Давайте зайдем на борт. Ой, боже мой. Управление. Так, а что есть такое? Управление грузом. Сколько здесь вмещается? 8К. 8К, охренеть. Управление кораблем. А я как будто бы... Мне кажется, так и есть. Я нахожусь в его внутренностях. Ладно, а здесь что такое? Отдыхать. Здесь можно отдыхать в этой штуке. Я бы, мне кажется, не очень бы не хотел отдыхать. В таких штуках управлять грузом. Ну, понятно. Здесь, короче, грузовой отсек. Здесь кораблем управление. Здесь отдых у нас. А здесь что? Управление просто. А. Так, ну ладно. Что у тебя там? Атаки нету. Развить оружие. Мощный огонь. Скоростной огонь. Так. Атака 65. 20. Дистанция 22. 25. Так. Продовольствие за удар. 25. 25. Или разрывной огонь. Атака 20. Дистанция 22. Продовольствие за удар 20. Прорывайся, корабль дракон выпускает 5 снарядов одновременно. Ну, прикольная штука, конечно, здесь есть. Так, защита 7 у него, да? Угу. А, и, кстати, рок остался усилителем. Ха. Забавненько, однако. Слушайте, у нас теперь с вами еще один, получается, звездолет. Появился. Класс. В виде дракончика. Ну, давайте, наверное, похвастаемся нашему вот этому вот драконихе, я так понимаю, да? Так, а чем тебя, подожди, заправлять? Заправлять тебя стейками, да? Корабль со стейками, который питается стейками. Понимаю. Ладно, хорошо. Окей. Ну, давай мы к драконичку прилетим, сейчас покажем, что мы сделали. Здесь обрадуется. Еще не очень понятно пока, где... Ой, мы уже прилетели. Непонятно, где пушки делать. Давайте, наверное, тоже, ну, может быть, нам сейчас скажут. Или в наших вот этих вот штуках магически земляных. Так, а у нас... О, у нас щит есть, кстати, тоже, смотрите-ка. Причем он ничего не расходует, я так понимаю. Наверное, будет, когда в нем попадать, будут расходовать. Ну, как тебе, что скажешь? Смотри, какая штука у нас теперь есть. Так, нам бы это... Нам бы выйти. Ой-ой-ой, прям так на краешке. Ну, ладно, давайте поговорим. Дракончик, как раз, хочет с нами поговорить. Получилось, значит, я сделала все, что могла. Больше я ничего не знаю ни о кораблях, ни о магии. А жаль. Раз ты уже знаешь, как создавать дракон корабли, можешь попробовать применить камень изменения к древнему дракону, чтобы получить сердце дракона корабля. Ага. А вот теперь, видимо, у нас с ним появится, да, возможность. Потому что до этого не было возможности изменять никак. Хорошо. И что нам даст это сердце? Сердце дракона корабля. Нам с ним нужен еще один древний дракон, получается. Это, значит, камень эволюции, по-моему, один как раз остался. Получилось, значит, та-та-та-та. Ага, да, дракон корабль. Все, ясно. Но давайте дальше заниматься. Погнали. Сейчас мы с вами прилетим. Так, нет, управление у нас с вами здесь. С этими непонятными органами. Поехали. Сейчас посмотрим, может быть, сможем какое-то оружие сделать все-таки, да? Там не так много ресурсов на него нужно. С помощью дома тоже имеется. У нас прям, знаете, уже какой-то космодром, блин. У нас и такой корабль, и такой корабль. И драконий корабль теперь здесь есть. Балдеж, конечно. Так, а ну-ка, давайте-ка посмотрим, что у нас с вами теперь здесь. Появилось ли что-то новенькое? Да нет, здесь ничего нет. Возможно, в кузнице где-нибудь что-нибудь есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Здесь. Да нет, здесь тоже вряд ли кузница. Тоже, кстати, ничего нет. Возможно, все из драконов будет получаться у нас с вами сейчас. Нам нужен только древний дракон, да? Угу. Но давайте посмотрим, сможем ли мы его сделать из сердца корабля. Еще один камень эволюции у нас имеется. Так, камень изменения сразу тоже возьмем с вами. Чтобы было изменить, можно его, да? Так, готово. Окей. Слушайте, а может быть там можно электрического этого дракона тоже во что-нибудь превратить? Типа какой-нибудь электрический корабль? Хрен его знает. У нас есть дракон. Но опять же, проблема сейчас будет в камнях эволюции, потому что я потратил вообще все, что у меня было для их создания. Надо будет опять духа вытяловить. Но это ладно, это, если что, наломим не беда. Не проблема, в общем-то. Сейчас попробуем с сердцем корабля разобраться. Так. И, наверное, все-таки к Мирозам слетаем, потому что и щит прочекает что-то, может, с ним что-то случилось. И, может, они ничего тоже заметили. В любом случае, значит, камень изменений есть. Нам теперь дракон нужен. Дракончик, иди к нам, родимый. Так, дракончик взрослый нам нужен, да, получается? Взрослый дракон. Так, а при помощи камня теперь мы сейчас из тебя сделаем древнего дракона. Бам. И теперь при помощи камня изменения, по идее, превратить. Да, во-во-во, сердце, драконы корабля. Вот, 100 полетов, 999, скорость 7. Максимальный вес 2000. Депритов от планет. Так, подождите, это просто такой же прыжковый корабль, что ли, будет? Это еще один корабль, так понимаю. Наверное. Ну, давайте сделаем, ладно, посмотрим, что бы это ни было. Для полетов от планеты к планете. Ну, да, это, мне кажется, такой же прыжковый корабль будет, только просто вот тут, типа, биотический, бионический. Ну, давайте сделаем, ладно. Сердце, так, что называется, сердце дракона корабля, типа, как будто бы какая-то часть от него. Окей. Да, это, скорее всего, оно, я так понимаю. Вот оно и есть здесь. Экипировать? А? А-а-а-а. Я понял. Ну, это не да, это немножко не то. Это, типа, рюкзак. Так, ну-ка, подождите-ка. Вот так вот это у нас, да, получается? То есть я могу... Еще без корабля могу просто на этой штуке летать? И кормить стейком это можно. Ладно, если я сейчас космос вылечу вот так вот. С лазером. Э-э-э... Едрит, там какая-то жесть происходит, не полезу туда. Ха-ха-ха. Там что-то много красненького было. Надо, видимо, на корабле вылетать. Так, а что ж у нас все-таки по оружию здесь? То есть я могу на этой штуке вообще летать бесконечно. Ну, как бесконечно? Не бесконечно, конечно. Энергия 21К, получается. Скорость 7. Так, а ну-ка, а у нашего того, что там было? Скорость 4, он гораздо быстрее. И, естественно, стополета здесь тоже в разы больше. Максимальный вес 1000. А здесь максимальный вес 2000. То есть и вместимость больше. Только нужно стейки с собой носить, чтобы летать. Эту штукенцию постоянно, да? Сытый заряд 2000. Да. Ну, в общем-то, штука, конечно, занятная довольно-таки на самом деле. А скорость сколько? Скорость 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 скорость? Скорость 7. Блин, мне кажется, даже быстрее, чем корабли, на самом деле. Ну, либо так же. Ну, как бы, да, получается, наша самовместимость падает вообще до нельзя. Просто как бы мы в 80. Мы, конечно, можем переложить все туда, но может быть, не очень удобно будет. Ну, прикольная штука, но я, наверное, ее не буду использовать. Напяли наш космо вот эту штуку. Так, запретить полет можно. Переключиться. Антиградиационный рюкзак, пожалуйста. Будьте любезны, верните меня. Другое дело. Спасибо. У нас здесь еще и мини-синтезатор есть. Прямо в корабле. Так, а ну-ка. А, ну то же самое, в общем-то, делать. Понятное дело, да? Горячим заправляем. Можно делать с собой там хлеб, стейки, если надо. Пироги там поесть. Ну, прикольно, кстати, что здесь вот так же можно всю эту штуку делать. Так, а что может быть? Что-то еще здесь есть? Управлять кораблем. Отдохнуть. Ну, не, видимо, больше ничего нет. Управлять грузом, не, не, все. Видимо, это все. А, ну и оружие-то давайте разовьем. Я так понимаю, здесь просто само по себе вырастет, грубо говоря, да? Как бы это странно не звучало. Нам нужен камень фокусировки и камень изменения. У нас тоже все есть. Сейчас зву сделаем. Ну, давайте, наверное, мощный огонь возьмем. Будет, конечно, жрать дофига больше. Просто ужас. Как много. Так, 20, 22, 65, 25. И дистанция больше здесь, в принципе, довольно-таки 25. Пускай 5. Или вот этот вот разрывной огонь взять может попробовать. А ну-ка, давайте посмотрим, что он вообще себе представляет. Бам. Ну-ка, ну-ка, давайте попробуем сейчас. Популяться немножечко. Управление. А, а, вот вверх. Блин, я думал, вперед будет стрелять. Но, кстати, так-то как вариант тоже. Почему бы нет? Просто в разные стороны будет расшириваться. Что это дело? Прикольно. Можно даже зажать, кстати говоря. Но, опять же, еда, знаете ли, как бы еда. 50. Бам. Сразу просто съел 50 в никуда. Улетело. Ужас какой. Ладно, поехали. Мирозом съездим и к щиту к нашему. Да, что-таки это квестики у них тут появились. И у нашего... Давайте с алхимиком поговорим сначала. О чем он там нам скажет сейчас интересного. При помощи технологии с эскортного истребителя и могущественной эволюционной магии, благодаря которой и были созданы дракон-корабли, мы сможем создать абсолютно новый класс кораблей. Так. Если использовать магию завода драконов на механическом драконе, все-таки можно, да? Можно стать механический дракон-корабль. Так. Механический дракон-корабль. Так. Это давайте, давайте. Да, да. Это я хочу сделать. Это сейчас будет вообще, мне кажется, супер-мега какой-то корабль. Просто ультра-корабль. Было бы круто. Так что вы мне скажете? Они уже здесь. Мы пытались подготовиться, но времени было слишком мало. Наверняка это только первая волна. Мы должны действовать быстро и уничтожить бомбардировщик, пока дело не дошло до второй волны. Чтобы уничтожить бомбардировщик, нам нужен космический корабль и мощное оружие. Будет легко, но с твоей помощью может это да получится. Так, уничтожить бомбардировщик. Окей, я пошел делать кораблик. Супер кораблик. Тогда лучше, наверное, мне бы куда сделать именно это сейчас. Ладно, я сейчас... Давайте хотя бы посмотрим, что там нужно для этого. Ну, мех дракон у нас есть. Слетаем, наверное, с ним сейчас вместе туда тогда и прочекаем, какие материалы для этого нужны. Если те же самые, то мы с вами, я думаю, легко сделаем его. Ну, я подозреваю, что нам нужен будет камень эволюции, стопудово у нас СУУ нету, конечно же. Делать его не из чего, надо идти, короче, собирать тогда этих духов. У нас не хватает, в частности, сейчас чего не хватает? По-моему, одного-то не хватает какого-то. Да, зелененького не хватает, ну, епросто. Ну, давайте сейчас летаем за ним, что поделаешь. Давай, дружище, заползай. Ой, молодец какой. Поймайся, пойду сейчас прям сразу камень эволюции сделаю. Мы пока на этом острове, на самом деле, сейчас мы с вами попробуем. Так, камень растений, спасибо, это то, что мне надо. Мы на этом острове, я с тобой, по-моему, не взял дракона или взял? Сейчас, если взял, он прям здесь его... Да, взял, отлично, сейчас сейчас посмотрим, что там надо точно. Надо наверх взлететь. А, все, я выше не могу, на корабле могу. А, здесь не то и нужно совершенно, здесь нужен камень эволюции. В любом случае, здесь экзотическая материя, если у нас есть высокотехнологичные детали, 10 штук. У нас, по-моему, ну и синий нет, даже сделаю. Там хорошо, 10, десяток не так много. И камень крови 20. Ладно, попробуем запомнить. Так, давайте медракошку моего тогда здесь сейчас развернем. Бам, все, готово. Не, летать не хочу, будем тебя развивать. Разлететь, да, все, поехали. Камень эволюции делаю тогда и все остальное брать. Итак, давайте делаем камень эволюции. Пошло дело, будет такое у нас. Значит, сколько у нас технологичных деталей есть? Сейчас посмотрим. Надеюсь, что десятка есть. Семь. Еще три надо сделать. Надеюсь, найдется у нас с вами количество необходимое для этого ресурсов. Ну, конечно, как всегда, одной не хватило. Ну, ладно, сейчас я титан возьму с кораблята. У меня там 30 штук еще есть, поэтому доделаем нормально все. И как раз сейчас доделается камень эволюции. Заберем там, что там, камень крови нужно было взять, да, еще. Забираем камень эволюции. Ну, вроде все, можно лететь, пробовать дело. Сейчас у нас с вами выйдет что-то невероятное, надеюсь. Ну что, вроде все забрали. Опять же, давайте попробуем развитие. Посмотрим, что у нас с вами из этого получится. Развиваем. Так, механический дракон. Поехали. О-о-о-о, да. Огромная механическая башка дракона у нас с вами получилась. Охренеть. Так, ну давайте зайдем скорее сюда, зайти на борт. И дарить, коптить, отдыхать здесь можно. Так, здесь у нас что-то непонятное. Управление грузом. Окей. Здесь что, какие-то комнаты или что это такое? Ядро питания здесь нужно установить. Так, хорошо. О-о-о-о. Здесь управ... Господи, разобраться вы еще в этом все. Управление кораблем. Так, здесь по-прежнему. Давайте посмотрим, что вообще в корабле есть. Оружие. Какое-то можно устанавливать на него. Возможно, с обычного нашего корабля. Чинится он камнем крови, кстати говоря. Либо титаном. Либо титаном, либо камнем крови. Окей, хорошо. Энергия 2К питается. Ну, видимо, ядра нужны тебе, да? Блин, я с тобой даже ни одного нет. А ты сейчас как у тебя... Ну-ка, подожди. Где там управление есть? Блять, грузом. 8К вместимость. Неплохо. Так, отдыхать здесь. Что-то покинуть корабль. Не-не-не, подожди, подожди. Здесь что? Управление. Ядро питания нужно. Понял, хорошо. Все, тогда сейчас мы выйдем. Давайте отсюда. И пойдем заберем ядро питания с нашего. Либо сделаем еще, кстати, как вариант. Пока их там особо не есть, чего делать у нас, к сожалению. Давайте демонтируем ядро питания. Демонтируем и демонтируем. Ну, чисто почему бы и нет. Сейчас попробуем тот кораблик зарядить. А еще я бы хотел, наверное, здесь оружие снять. Да, ядрить, зайди куда-нибудь, пожалуйста. Сейчас снимем оружие. Нет ядра питания. Я понимаю, я хочу... А что, не могу так управлять кораблем, что ли? Без него. Управление, вот, могу. Плазменное орудие. Так. Я забираю пока на всякий случай. Хотя, возможно, оно не подойдет, но посмотрим. Ну, давайте ставить. Так, ядра, значит. Установить ядро раз. Ой, пошло дело. Еще ядро давай. И третье давай. Бам. Все, три ядра есть. Как же он тут внутри эскрит? Жесть. Мне нужно управление взять. На себя. И что у тебя есть? Оружие. Я не могу, видимо, поставить ему то, что у нас сейчас есть. Ну ладно, тогда вернем обратно. Защита 8, атаки пока нет. Надо будет узнать, как нам сделать здесь... Хех, дарить, кстати. Посмотрите на это. Щит у него... Офигеть, какой щит. Ну, он тоже энергии, естественно, съедает. Но довольно быстро восстанавливается она. Надо понять, какое оружие тебе здесь сделать. Да, это было бы круто. Так, сейчас я пока спешусь. Давай-ка заберу отсюда свой маленький кораблик. Принегрузом 8К, это хорошо. Так, здесь у нас точно нечем управлять? Да, вроде нечем. Жалко, что ты не можешь развить сам в себе оружие, как это делает твой, так сказать, предшественник. Назовем это так. Так, ну давайте пока наш драконий корабль возьмем. Сейчас мы слетаем. Попробуем все-таки, я думаю, в сторону туда щита. И, может быть, с Мирозами поговорим, чем-то не он подскажет. Потому что мы так-то кораблик сделали. Чего ты не можешь лететь? Но мы же и так летим. Корабль. Че? Видимо, залагало что-то все нормально. Так, ну полетели в сторону нашего технологичного острова тогда еще. Долетим быренько, я думаю. С вами. Раз ты развил механический драконий корабль, мы решили добавить оружие к нему в наш магазин. Все средства, как всегда, идут на исследование. Во. Так. И че там? А, вот оно. Самонаводящийся лазер. Атака 15. Энергия задар 45. Куперка, механический дракон, корабль. Тяжелое орудие. Вот это уже что-то с чем-то. Так. Сколько стоит? 3К всего? Покупаю. Так, покупаем. Давайте тяжелое купим. Хотя самонаводящийся лазер тоже может быть довольно интересно на самом деле. Я куплю и то попробовать, и это куплю попробовать. Давайте. У нас деньги есть как раз? Угу. Все деньги уйдут. Хорошо, хорошо. Я понял. Так, а ты нам что-нибудь скажешь здесь, нет? Так. Экибрификация. Насыщение магии. Объединить воедино. Ну да, типа. Было бы круто, наверное. Наверное, может быть, что-нибудь здесь новенькое появилось? Или нет? Правление. Давайте посмотрим. Так. Энергощит, рука, пулемет. Не, по-прежнему то же самое. Не, здесь, видимо, ничего нету, да? Окей. Окей. Тогда мы здесь ничего трогать не будем. Поехали. Будем сейчас в нашу драконью голову, короче, оружие пихать и смотреть, что там будет получше, поприкольнее и так далее. И отправимся, наверное, воевать с этими кораблями, которые там сверху находятся. Ну, ща посмотрим. Так. Давай-ка сюда. Самонаводящийся лазер пока бахнем. Ну-ка. Ну, энергии, естественно, вообще не тратят и будет, видимо, самонаводиться. Ну, судя по названию, да? Либо мы с вами можем тяжелое орудие поставить. Бам-бам-бам. Но, кстати, вот этот тратит уже, на самом деле, как видите, энергию. Хотя у нас три ядра стоит. Я, кстати, еще четвертый нашел, но я четвертый поставил туда. Здесь вроде как всего максимум три можно, судя по всему, ставить, да? Больше здесь уже ничего никуда не поставишь. Ладненько. Давайте пока, наверное, лазер попробуем сделать. Я с собой, если что, возьму и то. Поменяем там, так сказать, переобуемся. В случае чего. Щит у нас с вами есть. Это у нас с вами есть. Ух, ну что ж, полетели. Сейчас будем пробовать. Блин, такой огромный корабль, конечно, это жесть. Здрасте. Че, где вы там? Покажись. А у меня тоже есть супер щит. Как тебе такое? 22 урона, блин, зараза. Ну, че-то я не сказал бы, чтобы супер какой-то корабль, конечно, был имбовый. Че, эти дурацкие шарики, которые летают везде? Бесячие. Так, где вы там? А вот я... У меня защитите щит или нет от них? Да, щит защищает, кстати говоря. Давай, мочи. Как же мало он бьет. Сейчас попробую переодеться все-таки. На тяжелое орудие. Это тоже такое, если на самом деле. Короче, будем блоком собирать эти шары. Быстрее будет, на самом деле, вот так. Подхилимся, подхилимся. Ничего страшного, я думаю. Так, минус один, окей. Собираю блок. О, нифига себе, 192 вжарил нам. Неплохо. Так, починить. Надо ли чиниться? Ну, можно, да. Даже можно еще, наверное, починить. Хотя, ладно, пока оставим так. Так, ну че, давайте следующий. Следующий бедитель. Там что-то там выпало с тебя, да? Материя экзотическая. Для прыжков другие, так сказать, системы. Давай, иди сюда, иди к нам. Иди к нам, где-то там есть. Блок, 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 6. Ну, такие, знаете, серьезные довольно ребят, конечно, собрались. Так, собираю, собираю, собираю. Блок, блок, блок. Не то, чтобы я как-то сильно бил, на самом деле. Мне кажется, то же самое примерно и на нашем космокорабле. У меня еще энергия кончается, блин, быстро. И восполняется не так уж быстро она. Но сейчас... Ой, там большой корабль прилетел. Дядька большой прилетел. Бать прилетел их. Епо, нагород. Че-то там вообще суровая, да, получается? Надеюсь, попадаю так по нему. Вроде попадаю, кстати, да. Опять же, ни черта не видно, кроме нашего корабля. Но вроде там что-то идет. Че-то процесс пошел, короче, какой-то, да? Ну, так и буду летать. Хочется, конечно, увидеть, но... Ой-ё, верный театр. Ну, да, здоровенный, здоровенный он. Че поделаешь. Ну, там наши фермеры пока беззаботно собирают всякие урожаи. Так. Ты нас, я так понимаю, отпускать просто так не собираешься, да? Ну, правильно. Починочка пошла, давайте. Где-то там есть. Вроде по нему стреляем. Потихонечку там полоска убывает. Надо будет глянуть хотя бы, как она там убывает. Но ты же должен тоже снимать щит, когда стреляешь. Это нечестно, чувак. Это нечестно, блин. Это нечестно. Он стреляет и не снимает щит при этом. Какого хрена? Какая жесть. Он, видимо, прям, знаете, до самого последнего дотал его держит, когда прям не спадет. Потом так уже... Ну, там сколько у тебя осталось-то, дружище? Давай уже, хватит. Выходи. Ну, ёпара, сатэ. Так, покажись. Ой, даритель здоровенный тоже. А, ну, ничего, ничего. Сейчас разберемся. Сейчас разберемся при помощи хилочек наших, вот этих всех штук. Так. Щит снимать будешь себя? Наконец-то. 22 уровень. Мы, кажется, победили его, что ли, или что? Ну, так или иначе. Что у нас здесь есть? Вес, крит, так, уклонение. Скорость добычи. Видимость атака. Защита. Дистанция. Дистанция. А вот интересно, дистанция стрельбы, она влияет тоже на это? Может быть, да. Может быть, не только наша дистанция. Но, в любом случае, я прокачаю её. Давайте на 3 можем прокачать. Окей. Сделаем так, да, пока что. Было бы круто, если бы да. Мы, правда, ни хера не видим, но... Хватит нас стрелять, слышишь? Зараза. Там, мне кажется, немножко не осталось совсем. Сейчас доделаем. Так, я с ним пока дурацкий щит. Этот, его... Он висит, мы с нами особо ничего толком не сделаем. Да, хорош там уже. Ядрить колотить. Сейчас мы его ещё к его друзьям прилетим. Блин, он прям нам не даёт, даже на 1 подлет... О, прилетаем так, хорошо. Сейчас обойдём его. А он уже развернулся, естественно. Но мы хотя бы ХП видим его здесь. Так, давайте стреляем. Прямо в лицо, прям в лицо. Танчим лицом, танчим лицом. И ба-бах. Готово. Сейчас я сразу хилочку завязаю. Бам. Пошло дело. Ну, а ты чё мимо лявкой сделаешь? Сейчас мы у тебя... Ой, ядрить ещё. У вас здесь сколько много-то? Так, у вас здесь много-то налетело. Но, как бы с него... Так, понимаю, тоже, чтобы ничего не выпало интересного, да? Так, блок, 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 блок. Всё, съели все эти штуки. А куда вы улетаете? Не улетаете, пожалуйста. Блок, блок, блок. Всё, блок. Я хочу материю забрать. Мне нужно для прыжков. Спасибо. Идите ко мне. А хватит штуки выпускать. Это, блин, не честно. Сейчас буду, короче, лицом тоже их танчить. Быстрее будет, чем мы там с ним будем с этим щитом дурацким играться. Так, слышишь? Давай. Хорош. Да хорош! Всё, съедено. Так, я опять чинюсь. Пока есть чем починиться. Материю давай, пожалуйста, сюда. Спасибо большое. Эд съели щитом. Эд съели щитом. Ещё два осталось. А нам засчитали квест? Ну да, как бы. Но тут ещё мелкие остались. Давайте с мелкими тоже разберёмся уж. Чё уж. Ой, не-не-не. Так, иди сюда, зараза. Где ты там? Поднимайся. Сейчас тоже у тебя лицом братанчим. Слышь, отвали. Да? Сними свой гребный блок. Хватит. Я вот не могу стрелять со щитом. Это что за фигня такая? Ой. Немножко кританули. Эволюционный осколок. Три штуки получилось у него. Тоже неплохо, кстати. Так, давай. Ай-яй-яй. Это, конечно, затанчил сейчас. Зря. Ладно, подхилимся немножко. Давайте тоже. Опачки. Съели. Сейчас будем танчить. Так, съедено, съедено. Съедено, съедено. А ну-ка, слышь, выходи из своего блока. Давай, 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 давай. Да дай нам дострелять тебя уже. Это в конце концов. Всё. Балдёж. Сейчас съедим всё лицом. Щитом, точнее. Ну, всё, готово. Мы с вами справились. Защитили планету, видимо, нашу, я так понимаю. Давайте поговорим, что ли. С мирозами, получается, нужно поговорить. Да, поехали. Какие-то квестики для нас есть, точнее. Да, давайте поговорим. Что там такое? Защитник планеты дали достижение. Кстати, ты сбил вражеский бомбардировщик. Тогда у нас есть время до следующей волны. Но нужно действовать быстро. А это всё, что ли? Может быть, ещё поговорить со мной? Нам нужны средства для... Бла-бла-бла-чертежи. Я тебя понял, все деньги. Ага, так, а что нам скажет наш алхимик? Алхимик. Так, то же самое говорит нам. Понял, 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 понял. Давайте, наверное, проверим наш щит. Может быть, там нам что-нибудь тоже скажут тогда. Он с вами на вершине стоит. Но я что-то как-то не знаю. Да, прям, знаете, я ожидал... Немножко, может быть, даже больше от нашего корабля. Он, конечно, прикольный. Довольно-таки. Он быстрый, да, несомненно. Но я бы не сказал, что он прям супер. Может быть, даже лучше, чем наш тот космический корабль. Ой-ой-ой, который этот... Истребитель. Так, ну давай, смотри, что тут у нас. Что тут у нас? А ты откуда здесь взялся-то? Подожди, я сейчас сменю тогда на планет... На планетарную, так сказать, ну-ка. Во! Другое дело. Вот это нам вот здесь пойдет. Вот это пойдет. Так, я сейчас... Давай спешимся. Выйдем здесь. И посмотрим, что да как. Работает, защищена, не обнаружена. Бомбардировка прекращена. Легко, вообще легчайше, друзья. Так, здесь у нас по-прежнему с вами тоже просто... Что-то мы с вами можем смотреть, окей. Ну что, друзья, вот такие вот, собственно, мы с вами супер корабли сегодня построили. Защитили нашу планету. Спасли от бомбардировки. И, в общем-то, бомбардировки тоже уничтожили вместе с приспешниками с этими. Посмотрим, что нас с вами будет дальше ожидать. Надеюсь, что это интересно. У нас там с вами еще прыжки ожидают. У нас вроде материи немножко есть, но можно будет побольше подформить еще на другой планете. Где у нас телепорт установлен, кстати говоря. Вот, наверное, этим займемся тоже с вами. Ну и попробуем, может быть, другие системы тогда полетать. Посмотреть, что будет там. Нас с вами ждать. На сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик. И как всегда с вами увидимся. Всем до скорого. И пока-пока.